Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фонд культуры организовывал вот этот грант, этот конкурс в направлении творческие люди. Вы знаете, что сейчас действует у нас национальный проект культуры. Возможно, вы больше знакомы с его составляющей в части создания модельных библиотек, которые создаются у нас сейчас по всей стране. Но также в рамках национального проекта культуры есть раздел «Творческие люди». И вот как раз в этом разделе проект «Продит Лид» к нашей общей радости победил и стало возможным организацией вот такого цикла вебинаров для того, чтобы мы поговорили с вами. Что это за проект? Почему он был инициирован? Из чего он состоит? Проект очень важный. Я не буду сейчас подробно рассказывать о проекте. Следующий наш участник сегодняшнего вебинара Илья Станиславович Гавришин, заместитель директора Российской государственной детской библиотеки по информатизации фонда. Он очень подробно расскажет о структуре ресурса, о том, как, собственно, он заполняется, какие проблемы стоят перед нами, как участниками этого проекта. Единственное, хотелось бы сказать, что мы, конечно, очень рады, что такой проект у нас получил развитие. Проект нужный и важный, но очень заинтересованы вас, уважаемые коллеги, как возможных партнерах этого проекта, как на федеральном, так и на региональном уровне. Мне бы еще хотелось сказать следующее, что когда мы стали работать над этим проектом, а, по сути говоря, это свод таких вот статей, свод сведений о наших писателях, художниках, об издательствах, о различных конкурсах в области детской литературы. В общем, все, что касается детской литературы, мы собираем в этом проекте. Мы столкнулись с такой проблемой, что вот специалистов, которые разбираются в детской литературе, специалистов, которые способны написать качественные статьи в этот ресурс, их на самом деле не так много. К сожалению, в нашей стране так сложилось, что, вы знаете, у нас долгие годы существовали кафедры детской литературы и библиотечной работы с детьми и юношеством в вузах культуры. Практически в каждом вузе такая кафедра была. И там такие специалисты готовились. В настоящее время ни одной такой кафедры не осталось. И, конечно, мы ощущаем вот этот недостаток специалистов. Между тем, детская литература сейчас, как говорят специалисты, переживает золотой век. У нас есть с вами прекрасная классическая детская литература, но немало и современных авторов, талантливых, ярких, о которых тоже можно и нужно писать. Но знатоков детской литературы, еще раз повторяюсь, не так много. Именно поэтому в недавнее время было принято решение о создании кафедры детской литературы и методики продвижения чтения на базе Российской государственной детской библиотеки. У нас с этой кафедры принимают участие специалисты в наших вебинарах, как я уже сказала, вот Александра Николаевна Матросова, это доцент Института Пушкина. Поэтому мне и хотелось бы сегодня несколько слов рассказать о том, почему было принято это решение и как будет работать эта кафедра. Ну, собственно, почему было принято это решение, мы с вами уже об этом поговорили. Потому что очень остро нужны специалисты по детской литературе. Кафедра – это результат нашего сотрудничества многолетнего с Институтом русского языка имени Пушкина. Хочу сразу оговориться, что кафедра эта в РГДБ базовая. Это не значит, что РГДБ, как прошла информация в СМИ, что РГДБ становится вузом. Нет. Мы были и остаемся библиотекой. Мы – федеральная библиотека, центр научно-исследовательской, научно-методической, координационной работы со всеми библиотеками нашей страны, которые обслуживают детей. Но мы становимся базой для занятий со студентами, для проведения различных мероприятий, для того, чтобы на выходе как можно больше студентов Института Пушкина, в данном случае, стали нашими партнерами, стали той основой, тем корпусом специалистов, выпускников, которых мы сможем привлекать к нашим проектам, и которые, возможно, будут рулиться в библиотеках нашей страны именно в части продвижения детской литературы. Поэтому буквально несколько слов мне хотелось бы рассказать, чем предполагает заниматься эта кафедра. Мы сейчас говорим о времени ближайшем. В вузах и в образовательных учреждениях мы измеряем года учебными годами. Так вот о том, что нам предстоит в нашем первом стартовом учебном году с сентября месяца этого года до июня месяца следующего, 21 года. Итак, ну, во-первых, это, конечно, очень большой комплекс наших просветительских научных мероприятий. Это взаимное участие и взаимное совместное проведение многих наших мероприятий. Я не буду сейчас все это зачитывать, но вы видите из названий. Вот, например, отдел социологии, психологии, педагогики детского чтения традиционно организует конференцию. У нас есть большой проект мастерская авторских программ, в рамках которой проходят конкурсы авторских программ, лучших программ по привлечению детей к чтению и научно-практические конференции. В нынешнем году, уже 9-10 октября, мы проводим очередную конференцию, в которой, естественно, примут участие преподаватели, студенты и магистранты нашей кафедры и, в целом, Института Кушкина. Затем, в этом же году, в конце октября месяца, мы инициируем большой онлайн-проект, который называется Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения «Читай-фест». Это такая первая акция, которая выбрала в себя и опыт нашей работы всех библиотек России в период вынужденной самоизоляции. И тема чрезвычайно важная, тема семейного чтения, которая сейчас просто выходит на первый план, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если ребенок не читает в семье, то вырастить из него читающего человека, наверное, достаточно сложно. И в этом фестивале, естественно, тоже примет участие наша кафедра. Затем, например, мероприятие Института Кушкина. Каждый год проводятся пушкинские чтения. Это основное научное мероприятие Института, и уже наши специалисты подают заявки на то, чтобы в этих чтениях участвовать. Здесь также перечислены еще целый ряд мероприятий. Вот одно из интересных мероприятий весенние – это наш ежегодный научно-практический круглый стол студентов, аспирантов и молодых исследователей «Роль чтения в развитии личности ребенка». Мы очень надеемся, что привлечение учащихся и педагогов Института Кушкина позволит выйти на совершенно новый уровень и расширить проблематику, которая обсуждается на этом круглом столе, и как-то выйти действительно на какой-то новый уровень. Ну и, наконец, правда, это уже немножко мы переходим в следующий учебный год, но это сентябрь месяц следующего года. Это международный конгресс Международного совета по детской книге. Вы знаете, что Россия впервые получила право провести этот конгресс в нашей стране за все долгие годы существования Международного совета и существования национальной секции детской книги. И, к сожалению, конгресс, который планировался на 5 и 7 сентября нынешнего года, по известным причинам было принято решение непосредственно руководства Международного совета о переносе этого события, но мы все очень надеемся и просто в это верим, что в сентябре следующего года этот конгресс состоится, и уже наша кафедра может принять в нем самое активное и деятельное участие, которое только возможно. Кроме этого, у нас существуют совместные научно-исследовательские проекты, ну, например, детские библиотеки, новые компетенции в современных реалиях. Сейчас очень важно ответить на вопрос и понять, насколько расширились компетенции библиотекаря, что должен знать современный библиотекарь обслуживающих детей для того, чтобы сделать это качественно и на очень хорошем уровне, потому что дети у нас, как вы знаете, сейчас цифровые, и с ними нужны очень такие интересные, интерактивные, современные формы работы. Вот это мы будем исследовать вместе в рамках кафедры. Кроме того, мы планируем проводить конкурсы по детским книгам, конкурсы рисунков, конкурсы переводов и так далее. Естественно, будут результаты нашей работы публиковаться взаимно в сборниках Российской государственной детской библиотеки, в которых выходит достаточно большое количество каждый год, как в печатном, так и в электронном виде, и в сборниках Института Пушкина. Из учебной работы. Во-первых, на практике в нашей библиотеке будут находиться магистранты Института Пушкина, среди которых очень много иностранных студентов, которые изучают русский язык, как иностранный. И вот такие свои научно-исследовательские работы они будут выполнять на базе нашей библиотеки. Кроме этого, будут готовиться выпускные квалификационные работы как бакалавров, так и магистрантов Института Пушкина непосредственно в нашей библиотеке и по тем темам, которые важны именно для библиотечного дела. В частности, одной из тем, конечно же, может стать Всероссийская энциклопедия «Продит Лид» различные вопросы, связанные с развитием этого ресурса. А их очень и очень много. Кроме этого, студенты будут приезжать в Российскую государственную детскую библиотеку на свои теоретические и практические занятия. Теоретические лекции будут читать как преподаватели Института, так и специалисты Российской государственной детской библиотеки, потому что для этого у нас есть и опыт, у нас для этого есть, ну, такие чисто формальные, хотя трудно их назвать формальными признаки, то есть в нашей библиотеке около 10% штатного состава – это кандидаты наук. Поэтому это те люди, это те специалисты, которые смогут читать и проводить занятия для студентов вот в рамках тех курсов, которые перечислены на слайде. Кроме этого, мы планируем и разрабатывать новые образовательные программы. Еще раз повторю, что все эти программы, они нацелены именно на наши специфические библиотечные вопросы, и студенты смогут оказывать нам здесь помощь и в качестве волонтеров, и в качестве будущих специалистов, и таким образом мы сможем выходить на какие-то совершенно новые формы сотрудничества. Кроме этого, естественно, уже с января следующего года к нам приходит первый курс Института Кушкина на практику. Они практику эту будут проходить с января по июнь месяц, и одним из направлений их практической работы мы опять же видим участие студентов в подготовке статей для продетлита. А для этого нам нужно их будет научить, как отбирать материал, как искать источники по фондам библиотеки, как пользоваться каталогами, как правильно делать библиографическое описание тех или иных ресурсов. Мне кажется, для студентов это будет очень полезно, и мне кажется, что мы сможем получить достойный материал для нашей Всероссийской энциклопедии, а мы, в свою очередь, получим большее количество материалов для нашего проекта, потому что вы прекрасно понимаете, что чем быстрее будет наполняться ресурс, тем, в принципе, для всех нас это будет лучше. Ну и, наконец, конечно, кафедра участвует в программах повышения квалификации. Уже сейчас, даже вот в нынешнем цикле вебинаров, вы видите, что сотрудники Института Пушкина принимают самое активное участие в этом. Мы эту практику продолжаем, и практически во всех программах повышения квалификации кафедра будет принимать самое непосредственное участие. Это программы, так называемые, министерские. Вы знаете, что Министерство культуры Российской Федерации активно сейчас поддерживает повышение квалификации и для специалистов модельных библиотек, и для всех библиотек системы Министерства культуры. И поэтому в этом году мы планируем провести четыре программы, которые посвящены актуальным вопросам обслуживания детей в библиотеках. Вы их видите на слайде. Письмо вы все уже получили. Я знаю, что идет очень активная запись в эти программы, и мы их начнем реализовывать уже в сентябре месяце. Кроме того, обращаю ваше внимание, что у нас существует программа профессиональной переподготовки, в результате которой все ее участники получают дипломы о профессиональной переподготовке, которые практически приравниваются к высшему профессиональному образованию. Поэтому не пропустите, я используюсь случаем, не пропустите момент, когда у нас будет объявлен новый набор в эти группы. Все это случится в конце этого года, занятия начнутся с января. И вот в этих занятиях, опять же, будет принимать самое непосредственное участие наша кафедра. Кроме этого, на площадках РГДБ силами кафедры будут организовываться мероприятия совместные, это литературные гостиные, это встречи с писателями, писательский клуб. Студенты будут готовить литературный календарь. Литературный календарь, что это такое? Ну, это цикл таких коротких видеороликов, видеопрезентаций, посвященных юбилеям детских писателей, которые можно демонстрировать как в помещении библиотеки, так и на интернет-ресурсах любой библиотеки. Мне тоже кажется, что это такая красивая история, которая тоже может быть использована очень активно в проекте «Продиклип». Ну и завершить свое выступление, я так вот очень коротко рассказала, чем будет заниматься кафедра. Мы очень надеемся на то, что развиваться она будет успешно. Желание взаимное у РДДБ и у Института Пушкина для этого есть. Планы разработаны. И мы очень надеемся, что мы сможем вырастить целую плеяду ярких знатоков детской литературы, которые смогут достойно работать как в проекте «Продиклип», так и в других проектах, посвященных детской литературе. Смогут рекомендовать детскую литературу нашим читателям. Смогут найти новые пути и методы для приобщения наших детей к детской литературе. На этом мне бы хотелось свое краткое выступление завершить. Я желаю искренне вам хороших занятий в нашем цикле вебинаров. Приходите на наши разные занятия и активно участвуйте в нашем благородном и интересном проекте «Продиклип». А сейчас я с удовольствием передаю слово своему соведущему, заместителю директора Российской государственной детской библиотеки по информатизации фондом Илье Станиславовичу Гавришину, который вам очень подробно и интересно расскажет о проекте «Продиклип». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не полезно потому что проект не стоит на месте и каждый раз появляются какие-то новые черты новая информация по которой можно проследить за развитием проекта про детали с вашего позволения эту презентацию дальше мы уже начнем двигаться так сегодня достаточно подробно познакомимся с совместным проектом российской детской библиотеки и ассоциации растения читателя который называется пройдет ли это перспективе всероссийской энциклопедия детской литературы нескучные энциклопедия на этом акцентирую внимание потому что вот за год который уже практически прошел с момента возникновения проекта мы постепенно выработали такой стиль создания энциклопедических статей который сильно отличается чисто энциклопедического их интересно читать поэтому это будет искусная энциклопедия детской литературы начнем приятного в этом году этот проект выбрал грантовый конкурс российского фонда культуры в направлении творческие люди в рамках большого национального проекта культура номинации библиотечное дело это очень приятно и полезно это позволяет во-первых общаться нам с вами рассказывать вам об этом проекте и вообще о детской литературе и различных местах приобщения чтения а также привлекать к наполнению ресурса внешних специалистов и что особенно важно региональных специалистов об этом я чуть-чуть подробнее расскажу попозже так что же такое проект пробит ли ты почему он вообще появится наверное не только мы вообще вся общественность которая занимается литературой том числе детской ощущал недостаток такого единого ресурса на котором можно было бы подчеркнуть информацию деятельности детской литературы также узнать библиографию возможность получить доступ к каким-то к первоисточникам посмотреть иллюстративный материал информации на самом деле много но она разнородная и разбросаны по различным ресурсам источникам совершенно разные по качеству иногда недостоверное такого крупного агрегатора достоверная и интересная информация о детской литературы на наш взгляд не было поэтому решили эту нишу занять и приступили к созданию всероссийской энциклопедии детской литературы вроде длин название много такое аспект начиная простейшей интерпретации как про детскую литературу так и связанные с профессиональными оттенками профессионалы о детской литературе или профессионалам о детской литературе но вне зависимости от того какой вариант интерпретации название вам ближе речь идет о ресурсе который полностью посвящен детской литературы мы выделили несколько категорий категории создателей это писатели и иллюстраторы переводчики и организации и деятельность связанная вообще с инфраструктурой детской литературы это статьи о литературных премиях издательствах и огромную нагрузку несет фото банк которым можно найти как и литературе произведение тех людей о которых написано статьи так и и собственное изображение персонал ресурс живой на стадии вы видите сайты по которым можно на него попасть также ресурс активнее группа социальных сетях вконтакте в одноклассниках поэтому добро пожаловать мы всегда будем рады вашей поддержке и заинтересованности на сайте ресурсы есть раздел баннеры с помощью которого вы можете размещать информацию об этой энциклопедии на сайтах своих библиотек чуть чуть подробнее о том как вообще устроена эта библиотека ну в первую очередь мы выбрали для реализации этого проекта движок на котором работает википедия это было сделано совершенно осмысленно потому что для энциклопедии это идеальный вариант огромное значение уделяется перекрестным ссылкам чтобы как можно дольше удержать пользователя внутри ресурса разработана определенная структура статей которая состоит из биографической справки написанной в таком скажем адаптированным инциклопедическом стиле который даст содержит много фактической информации но при этом это не сухая справка а именно интересный текст также есть избранная библиография ссылки на открытые ресурсы в основном это национальная электронная детская библиотека ну и ссылки на внешние ресурсы где можно подчеркнуть какую-то дополнительную информацию по умолчанию движок предоставляет адаптацию для всех типов устройств что особенно важно в нынешнее время потому что почти половина визитов на настоящий момент библиотеку происходит с различных тип мобильных устройств и никаких проблем у пользователей мобильных устройств с доступом к библиотеке и просмотром ее материалов не возникает в отличие вот википедии где есть достаточно большое количество ограничений использую иллюстрации и прочего прочего на нашем ресурсе иллюстрации очень много откуда они появляются если мы говорим о фотографиях то огромное количество фотографий поставляет нам пресс-службы РДД потому что Российская государственная детская библиотека участвует во всех крупных книжных событиях фестивалях, ярмарках конференциях тематических и наши сотрудники имеют возможность общаться с живыми действующими деятелями писателями художниками общаться с ними и делать фотографии также большую помощь оказывают архивы РГДБ в которых хранится тоже большое количество фотографий деятелей литературы которые удался им к сожалению огромную помощь оказывают наследники и чем больше мы общаемся с ними и чем больше наполняется ресурс тем больше круг заинтересованных лиц и больше возможностей для получения каких-то эксклюзивных фотографий конечно же фонды национальной экономической библиотеки ну и собственно фонды российской государственной детской библиотеки для создания именно иллюстраций иллюстрации фотографируются и сканируются в высоком качестве и используются для иллюстрирования статьи мы хотим чтобы рисун был достоверный правильный поэтому мы используем научное редактирование проводится проверка фактов рассматривается охват насколько глубоко широко статьях освещается деятельность того или иного человека формируются гнезда так называемые и это вот один из методов наполнения ресурсов часто спрашивают кого и как мы выбираем вот гнезда это один из подходов гнезда по разным критериям могут формироваться это и если мы описали какого-то человека а он принимал участие в каком-то литературном сообществе то мы начинаем описывать у других участников литературного сообщества если они не имеют отношения к литературе если какой-то иллюстратор сотрудничает в журнале мурдилка или пионер то мы можем обратиться и к другим иллюстраторам которые тоже сотрудничали в этих журналах если кто-то получил литературную премию то мы обращаемся к другим гауреатам этой премии и так далее и так далее каждая статья снабжается избранной библиографией в которую включаются наиболее значимые и интересные издания первое издание издание с новыми иллюстрациями которые появляются время отель налаживаем процесс актуализации этих данных для того чтобы учитывать современные издания которые появляются как выбор интересной особенностью библиотеки стал раздел автографа за основу его напомнили опять же фонда российской государственной детской библиотеки в которых есть огромное количество книг подаренных библиотеки авторами или художниками с их уникальными надписями пожеланиями рисунками также мы используем специальные здания в которых часто появляются изображения персонали и образцов их автограф и опять же наследники помогают нам в этом процессе еще одной важной составляющей каждой статьи являются ссылки на полный текст в основном ссылки ведут в национальную электронную детскую библиотеку причем ссылки ведут на источники которые находятся в открытом доступе так что по ним можно переходить и читать источники без каких-либо дополнительных манипуляций также мы даем ссылки на проверенные источники сети где можно читать интервью материалы его герой публикации немножко цифр основу библиотеки конечно же энциклопедии составляют статьи о создателях детской книги на текущий момент у нас уже 199 статей писателей 45 а художников 43 переводчиков данные актуальные буквально вчерашний день как я уже говорил огромное значение уделяем визуальному сопровождению оформлению статей поэтому для проекта уже использовано более 800 фотографий более 1600 иллюстрации и 112 октября вот на слайде увидите что мы имеем ввиду он фотографии это реальные фотографии сделанные на фестивалях на конференциях российской советской библиотеки еще на фестивалях на открытиях выставок который регулярно проходит библиотеки и большое количество современных деятелей детской литературы нам удается поймать в публике иллюстрации очень часто помимо того что у нас есть возможность докупать фондом РГДБ и использование уже изданных книг и наследники или действующие иллюстраторы иногда предлагают нам оригиналы иллюстрации своих картин и это очень качественные красивые иллюстрации иллюстрации получается потому что несмотря на все достойки современной полиграфии оригиналы конечно сильно выигрывают по насыщенности изображений вот примеры автографов автографы это действительно очень интересная и самая достаточная часть энциклопедии которых можно просто рассматривать как музей и читать надписи и рисунки изучать как я уже говорил особенность современных энциклопедий это так называемые битификации или внутренние ссылки это делается с целью удержать внимание пользователя как можно больше чтобы он переходил по ссылкам которые ведут на другие статьи этого ресурса и переходил и переходил на первый взгляд это достаточно сложно но в этом сильно помогают статьи о премиях издательствах потому что они связывают казалось бы совершенно между собой людей писателей художе кроме того есть огромное количество статей которые не выделены в особой категории но так называемые вспомогательные статьи которые тоже помогают в процессе ликвификации например это статьи российской государственной детской библиотеки и данной ассоциации растения россии которые являются членами ассоциаций гости Примерно в статье Российской государственной детской библиотеки, в ней рассказывается о выставках, которые часто проходят и статьи РГДБ, и можно переходить на статьи тех художников, чьи выставки проходили в Российской государственной детской библиотеке. Поэтому количество таких статей и помогательных, и тематических в издательствах и литературных премиях будет постоянно возрастать. Кроме того, статьи о литературных премиях внесут вполне такую практическую цель, потому что во многих конкурсах и премиях могут участвовать, принимать участие наше издательство. Хотя они об этом многие не знают. И с помощью этого ресурса у них открывается ряд дополнительных возможностей по участию в конкурсах и премиях как российских, так и международных. Это целевые показатели проекта, рассчитанные на 5 лет. И с момента получения гранта, мы выиграли в этом году, и следует сказать, что и Министерство культуры предоставило дополнительные финансирования в поддержку этого проекта. Эти показатели становятся вполне реальными. Раньше мы могли надеяться на их достижения, а сейчас мы вполне уверены в том, что мы сможем их достичь. И через 5 лет про детскую литературу должен превратиться в такой мощный источник информации обо всем, что касается детской литературы. Причем, когда мы говорим детской литературы, мы имеем в виду и русскую, и советскую, и зарубежную литературу. То есть создателей, художников и авторов, чьи книги создавались на русском языке. Поэтому это такой ресурс мультинациональный и интересный для всех. Потому что, кстати, не только российские специалисты испытывают недостаток информации о деятелях детской литературы, особенно современной, но и зарубежной. Особенно это актуально в преддверии Международного конгресса Айби Билла, который должен теперь уже в следующем году состояться в России. И с момента его открытия, я думаю, что мы уже сможем для серубежных специалистов, естественно, для российских, подоставить уже больше статей, чем есть сейчас. Потому что, как я уже говорил, средства гранты позволили привлечь силы внешних недоков, специалистов и увеличить темпы наполнения ресурсов. Очень важна для нас региональная составляющая. И в этом году сделан первый шаг в этом направлении, потому что на средство гранта мы выбрали 12 регионов, которые дадут нам информацию о деятелях детской литературы. Детской литературы, именами которых названы библиотеки в этих регионах. Причем, если вы посмотрите на список, очень важно, что среди очень известных имен, таких как Бианки и Лиханок, встречаются имена, которые до того, как они попали в библиотеку, известны только в пределах, в основном, вернее, в пределах тех регионов, где авторы родились, творили и не проживали. И это очень здорово. И мы надеемся расширять сотрудничество с регионами в том, чтобы раскрывать именно региональных авторов и давать людям возможность узнать об их деятельности. Правда, следует сказать, что продицы превращается в такой уже достаточно сложный и крупный проект, поэтому выбор тех персоналей, о ком хочется написать, требует предварительного согласования, экспертного отбора. А статьи, которые мы размещаем в энциклопедии, мы хотим, чтобы они были уникальными. Понятно, что для создания статей используется огромное количество источников. Большинство текстов основываются на каких-то уже существующих материалах. Но хочется, чтобы это были не просто кальки с уже сделанных и опубликованных статей, а творчески переработанные, переосмысленные и дополненные тексты, которые созданы специально для проекта Probit.ly. Это касается как региональных специалистов, которые будут создавать эти статьи, так и наших сотрудников и внешних специалистов, которые мы привлекаем к работе. Потому что есть огромное количество материалов, достаточно достоверных. Хороший пример – это, например, журнал «Детская литература», который, к сожалению, перестал создаваться в начале 2000-х годов. Но в период его расцвета днем публиковалось огромное количество интервью, материалов, биографических справок о деятелях советской детской литературы. Это огромные подспорья для создания статей. Кроме того, в распоряжении наших специалистов есть оциклованные наказатели Тарцева, оциклованные архивы детских журналов, в которых большинство деятелей советского периода и современных работали, давали интервью, рассказывали друг о друге, что тоже является качественным и интересным источником для статей трудоведливых. Поэтому мы очень рады будем сотрудничеству с регионами, но еще раз повторюсь, что это должна быть такая упорядоченная и согласованная и качественная работа. Цель наша, чтобы в какой-то момент большинство активных деятелей детской литературы смогли сказать, что про детрит, это про меня. И мы к этому стремимся, активно общаемся с писателями и художниками, берем интервью, согласуем с ними готовые статьи, в которые они достаточно часто вносят фактические правки и интересные, уникальные дополнения. Общаемся с наследниками уже ушедших творцов, которые предоставляют нам доступ к фотоархивам, где очень много находится интересных и неожиданных фотографий, которые, еще раз повторюсь, способствуют созданию перелинковок. Потому что это достаточно такой, как оказывается, широкий, но тесный при этом круг. Все друг с другом общались, так или иначе, поэтому на фотографиях часто возникают персонажи, о которых уже написано, уже хочется написать и это позволяет связывать статьи между собой. Кроме того, Progetleet несет такую мемориальную функцию. Ключальный пример – это Рекрадсанж Чижиков, который недавно ушел, но мы успели создать о нем интересную большую статью, которую он сам и проверял, и дополнял со свойствами ему и юмором. И вот такие статьи как раз особую ценность предоставляет, поэтому очень хотим торопиться пообщаться с великими комплектующими трудствовыми художниками, писателями, которые еще живы и которые еще с нами. У нас есть возможность поговорить, посмотреть и послушать. На этом у меня такая постановочная часть заканчивается. еще раз на последнем сайте можно увидеть ссылки на собственно на ProgetLib на организации, которые двигают, продвигают библиотеку, библиотека Российская Детская и Ассоциация Растин-Читателя. Поэтому заходите, читайте, советуйте это. Это большое подпорье как и библиотекарям, так и собственно школьникам, так и родителям, всеми тем, кто так или иначе интересуется детской терапии. И может и хочет ее читать. Я готов ответить на вопросы. Надеюсь, что они есть. Потому что скорее всего я что-то упустил. И какие-то вещи могут быть неочевидны. Хотя я так понимаю, что на следующих вебинарах будет принимать участие непосредственно и которые занимаются планированием и созданием материалов для этой энциклопедии. они посвятят вас прямо совсем в нюансах того, как почему и зачем создаются те или иные статьи. чего хочется сказать, конечно статьи бывают разные. И нас иногда спрашивают, что же такое энциклопедия, если там нет Рокушкина. Это энциклопедия, тем не менее. мы считаем, что рано или поздно мы про Александра Сергеевича сделаем статьи. Но про Пушкина написаны не то, что статьи, но написаны дома и библиотеки информации. Это не проблема найти информацию про Пушкина. Гораздо интереснее то, что в библиотеке есть информация, например, о современных детских писателях, о которых вообще не очень много известных в интернете. Или статьи о классиках. Классиках можно относить и советской литературы, таких как постов Сунькин, или Чаская. Эти статьи или Ефремов, из последних статьи, которые вызывают достаточно большой интерес и опыт. И большое подспорье в распространении информации о ресурсе и вообще о конкретных деятелях литературы нам оказывают специальные сети. Интересно, что эти статьи вызывают достаточно живой отклик, дискуссии, споры среди приверженцев или наоборот противников стилей, форм, подходов к описанию. И это очень хорошо. Во-первых, потому что это приводит к тому, что посещаемость в распространении вырастают, а во-вторых, просто гораздо приятнее, когда в фольгрупе оказывают деятели детской литературы, чем какие-то другие интересные, но это тяжелые вещи. Поэтому кроме посещения сайта и размещения баннеров на своих ресурсах заходите в группы в фейсбуке, вконтакте или в одноклассниках и принимайте участие в дискуссиях, которые разворачиваются вокруг тех статей, которые не коммунанты в некоторое время подождем вопросов. Продолжение следует... Если вопросов нет, то на самом деле спасибо большое вам за эти приятные отзывы. И я надеюсь, что вы до следующих тематических вебинаров побольше познакомитесь с ресурсами, если еще не были с ним знакомы. И возможно тогда уже вопросы у вас появятся. Мне кажется, что на я считаю, что все равно проект находится на начальном этапе, несмотря на то, что уже почти год проходит с момента его запуска. И нам очень интересно мнение сторонних наблюдателей, пользователей, для которых это все делается. Может быть, мы чего-то упускаем важное. Поскольку проект в наших руках находится, мы можем вносить туда любые разумные изменения, которые будут способствовать повышению людей, повышению интереса конечных пользователей. Поэтому всегда очень полезно послушать ваше мнение и ваше мнение. регионы, конечно, могут с нами сотрудничать по этому проекту. По условиям нужно смотреть. Если самые простейшие условия, мы согласовываем уже планы по созданию статей, нужно просто выбрать понять, о ком вы хотите написать и не заняты уже кем-то персоналием. в основном вопрос упирается в коммерчес финансирование. Если вы готовы делать это безвозмездно, то всегда будем рады принять это участие. Если у нас есть деньги, как в этом году, то мы можем говорить о таком-то лапезном оказании услугу. Возможно вариант. Но главное сначала просто согласовать контент. то о ком вы хотите написать. В этом году можно обращаться к Марии Владимировне Новикову, поскольку она ведет все работы, связанные с грантом. также есть Наташа Костичина. Думаю, что она будет одной из ведущих следующих вебинаров. И вот она вам уже во всех подробностях расскажет куда, как и в каком виде мы подавать дело. Запись вебинара у нас наверное будет все вебинары записываются и запись будет доступна. Спасибо. про запись сейчас письменная ответственность вебинара. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. в порядке как анонсировался первый вебинар. вы его не пропустите. вебинар. Спасибо. спасибо. Спасибо.